МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Дубских, Сергей Дубских, мы поговорим о том, как организована работа в самом крупном СИЗО нашего региона, какие люди там несут службу, а какие попадают за решетку. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что в целом представляет собой следственный изолятор? Хотел бы начать с истории, что следственный изолятор города Барнаула находится на месте бывшего женского монастыря, в котором первый режимный корпус, в котором также содержались осужденные, подозреваемые, обвиняемые, которые приступили закон. То есть следственный изолятор, он содержит заключенных по решению суда, которое суд постановил заключение под стражу. А можете сказать, сколько сейчас находится человек в следственном изоляторе? В данный момент в районе 900. Бывает больше, бывает меньше. То есть у нас регулярно происходят этапы выезда на суды, на ИВСы. А максимально сколько может вместить? И было ли такое, кстати? Изменили стандарты. Раньше было больше заключенных. Сейчас стандарты увеличили площадь на каждого человека, и поэтому вместимость немножко уменьшилась. В данный момент вместимость 1300 человек. А бывало, что все заполнено? До предела при моей службе не было еще. А чем отличается следственный изолятор от ИВС и ИУ? Следственный изолятор отличается от ИВС в том, что в следственный изолятор помещают людей, которые по решению суда, а в изолятор временного содержания могут поместить, как только вы нарушили закон, то есть административное право нарушения, то есть вас могут закрыть до 15 суток. Также следственный изолятор – это структура в СИН, а изолятор временного содержания находится в системе МВД. Это не совсем другое. Он не предназначен для постоянного пребывания в подзывах обвиняемых. А ИУ? Исправительные учреждения. К ним относятся исправительные колонии, которые бывают общего, строгого или особого режима, воспитательные колонии, в которых содержатся несовершеннолетние, лечебные исправительные учреждения, где находятся тяжелобольные, либо и колонии-поселения. От исправительных учреждений следственный изолятор отличается тем, что у нас подзывами обвиняемые содержатся покамерно, а на колониях они проживают в общежитиях отряда. Там они работают, выполняют какую-то работу, на которую направляет их администрация, исправительные учреждения. А в следственном изоляторе они просто содержатся, ожидая суда, когда их осудят, и отправят на исправительные учреждения. Следственный изолятор – это сколько квадратных метров на человека? На человека 4 квадратных метра. В СИЗО, как я понимаю, происходит постоянное движение, потому что кого-то привозят, кого-то увозят в суд. Как удается в таком режиме работать? И, может быть, это не все действия, которые я перечислила, которые делают сотрудники? Ну, это основные направления, да, что отправка заявляемых, применяемых и осужденных, так называемые спецконтингенты – это следственные действия и на суды. Да, у нас ежедневно они приезжают, уезжают, очень большое движение. Ну, тяжелая работа. Ну, у нас в численности находится штат в районе 300 человек. Это сотрудники дежурных смен, психологической лаборатории, оперативного отдела, отдела режима и надзора, воспитательного отдела и отдела спецучета. То есть каждый выполняет свою работу. Всем работы хватает. Да. А про психологов расскажите, пожалуйста. Ну, особенно в последнее время, в принципе, для всех жителей это актуально. А вот, я думаю, в следственном изоляторе это еще более актуально. Чем они занимаются? Есть какой-то график, специальные занятия? Есть психологи, работают с осужденными, ну, или с тем, кто поступил в следственный изолятор, с первого дня. То есть как только они прибыли, они сразу с ними беседуют, чтобы выявить какие-либо психологические отклонения, причины, как он попал, чтобы произвести какую-либо корректировку, либо там с работниками оперативных служб, они, ну, общаются, чтобы, так сказать, поставить его на учет для усиленного контроля надзора. А бывает такое, что люди с серьезными психологическими, психическими заболеваниями попадают в СИЗО, и, возможно, им там нельзя содержаться? Их куда-то переводят? Вот шизофрения, например, я не знаю. Да, поступают такие люди. На время суда, пока их суд еще не постановил, принудительное лечение, они находятся на следственном изоляторе. Как только суд постановит, что им необходимо принудительное лечение, тогда мы их уже отправляем в специализированные учреждения. А так, грубо говоря, по заявке желающих психолог приходит и работает? Ну, начиная с первого дня, то есть психолог обязательно с ним обеседует. Да, с первого дня обязательно. В дальнейшем, да, то есть если спецконтингенту необходим психолог, он может также попроситься к администрации, попросить, чтобы вызвали психолога, либо написать заявление, прошу побеседовать. Наверное, тяжелее всего приходится не мужчинам, не взрослым людям, а женщинам и детям. С ними какая-то особая работа ведется? Особая работа с несовершеннолетними ведется, то есть у них более усиленный за ними контроль. Также есть у нас отдельный воспитатель, который занимается с несовершеннолетними. Также для женщин и несовершеннолетних в камерах в обязательном порядке оборудуются телевизором и холодильником. Также к ним приходит уполномоченный, по правам человека и ребенка. То есть если у них какие-либо есть вопросы, они могут к нему обратиться. Я думаю, что вот эти вот моменты, им более комфортная обстановка позволяет там находиться. А расскажите, кстати, сколько сейчас несовершеннолетних и женщин, если обладаете такой информацией, находится в СИЗО? Несовершеннолетних порядка 10 женщин, в районе 100 регулярно было. Бывает меньше, бывает больше. То есть они же уезжают, осуждаются. Я думаю, несовершеннолетние, ну назовем их дети, которые попадают в СИЗО, это уже дети, которые совершают что-то серьезное, да? Ну, в основном это кражи, ну, либо статья 228, так называемая закладка, которая ходит. Вот, очень часто распространено вот эти. А таких, ну, их еще преступниками не назвать, да? Они подозреваемые. Да. Становится год от года все больше? Вот какую динамику вы наблюдаете? Ну, за мои годы службы роста не было. То есть, грубо говоря, стабильно. Одни приезжают, другие уезжают. Кстати, по портрету этих несовершеннолетних, это обычно дети из неблагополучных семей, или кто может стать потенциальным преступником? В принципе, любой. Может, не в ту компанию зашел, может, не с теми людьми связался, просто захотел где-то заработать, либо не удержался от соблазна, например, та же вот у нас есть, содержится, нашел карточку ребенок, ну, и потратил с нее деньги. За это его судили. Вы знаете, если говорить о работе психолога, то понятно, чем она тяжела, особенно с вашим контингентом. А работа остальных сотрудников следственных изоляторов чем может быть сложна? Сотрудники дежурных смен, например, это младшие инспектора, которые находятся на посту. Они постоянно контактируют с этими, со спецконтингентом, постоянно с ними, так сказать, в близком контакте. Ну, младшие инспектора постоянно большой поток движения спецконтингента, то есть прибывают, убывают, бывает вагонное движение, то есть это очень большое количество осужденных прибывает, также убывает, их не обязательно досматривают. То есть это нужно процесс делать незамедлительно, чтобы не задерживать суды, отправки, полный досмотр вещей, то есть чтобы ничто не забрал, ничто не пронес, также досмотр тела всего, то есть чтобы где-нибудь на себе не спрятал что-нибудь. Ну, бывало такое, что прятали? Бывало. А что в основном? Что находили? Ну, спички, то есть они могут что-то поджечь, ну, какие-нибудь лезвия от бритвы. Получается, работа довольно динамичная, очень тяжелая и постоянно в спешке. Да. Есть кто-то, кто не выдерживает? Ну, это работа, ну, для сильных людей. Ну, к сожалению, да, бывают такие сотрудники, которые поработают и понимают через некоторое время, что не мое. Ну, чтобы было меньше вот таких случаев, то есть у нас есть в системе, ну, так называемое наставничество, когда приходит молодой сотрудник, за ним закрепляется шеф-наставник, который ведет его на протяжении года, он с ним работает, то есть он ему объясняет работу, исправляет ошибки, подсказывает, как лучше сделать. То есть и мы это отслеживаем, то есть что он с ним провел, что, ну, чему научился, как научился. Ну, и, наверное, работа с психологом тоже присутствует. И так же и работа с психологом, да. Психологи индивидуально беседуют с сотрудниками. Наверняка были случаи, когда во время досмотра кто-то оказал сопротивление. Ну, к сожалению, бывают, да, такие случаи. То есть сотрудники еще должны быть физически сильными? Обязательно. Как правило, вы занимаетесь каким-то спортом, да? Ну, то есть люди, да, разные занимаются. Есть люди, которые занимаются, да, спортом. У нас выступают на соревнованиях, у нас также на российских соревнованиях есть. У нас проходят соревнования между учреждений, между разных учреждений, также между ведомств, между Барнаульских, вот, Росгвардией, МВД. Как у вас с победами? Мы на неплохом уровне. Вот, у нас недавно проходил хоккей, все российские, между ведомств. Команда в СИН заняла первое место. Ух ты, поздравляю. Для обычных людей, понятно, обычные камеры. А вот для госслужащих, для чиновников, вип-камера есть? Нет, вип-камеры у нас нет. Все, кто нарушил закон, они для нас все равны. То есть, никаких поблажек. То есть, чиновник, либо работяга. Любое отклонение, там, в плюс, в минус, кому-нибудь это, вот, превышение должности полномочи, у нас карается это законом. То есть, для нас все равны. А как часто человек, который попадает в СИЗО за решетку, раскаивается? Были такие случаи? Случаи бывают, как часто, не могу сказать. А вот, есть резонансные дела, такие, как Арумбаев, про него писали. Он даже после вынесения приговора на пожизненный срок также рассказывал свои преступления. Его привозили к нам в учреждение. То есть, он у нас содержался, ездил на следственные действия и рассказывал, какие преступления он совершал. Также резонансное дело – это Манишина. Также по предварительным следствиям он признавал свою вину. Даже в ходе беседы с вами я понимаю, что эта работа не может не накладывать отпечаток на человека. Как справляются с этим ваши сотрудники? Ну, с сотрудниками также работают психологи. Как я и говорил ранее, то, что общаются, помогают им как-то корректировать, так сказать, эмоциональное состояние их. Ну, помогает, наверное, самое главное, что мы не переносим работу домой. То есть, отработав, ну, отслужив на работе, мы дома отдыхаем от нее. Также у нас отпуск, продолжительный отпуск от 50 дней, что, в принципе, за год это очень хорошо дает отдохнуть от работы. А, ну, вот про спорт, то, что люди в основном занимаются своими любимыми делами. Кто-то спортом, кто-то другим родом деятельности. Например, у нас есть сотрудники, играющие в КВН. Много сотрудников, любящие рыбалку. То есть, они отдыхают там от нее, от работы. А вот ваш личный лайфхак, как переключаться с работы на обычную жизнь? Ну, я люблю спортом заниматься. И чем занимаетесь? Ну, недавно боксом. Раньше давно боксом занимался, сейчас опять пошел. Ну, и так, в общем, и бегаю, и вообще физической. Но это все на любительском уровне, это непрофессионально. Ну да, я на любительском уровне. Вы просто смещаете ракурс в мыслях, что я ушел с работы, я теперь дома? Или это действительно как медитация для вас? Ну, скорее как медитация. Что это морально меня разгружает. Что я не постоянно думаю, так сказать, не перегораю на работе. То есть, дома все, я отдыхаю. Ну, и спортом, наверное, большинство занимается все-таки. Ну, половину точно. И в завершении нашей беседы, что можете пожелать своим сотрудникам накануне вашего профессионального праздника? Ну, накануне предстоящего праздника хотел бы пожелать крепкого здоровья, терпимости, чтобы все выполнили свои желания от службы. Кто-то карьерного роста, кто-то, может, льготного выслуги на пенсию. Ну, счастья, удачи. Спасибо за беседу. Спасибо. Ну, а мы увидимся в эфире. Продолжение следует...